Так, поехали, это Nikon, то есть Nikon, сегодня 15 октября 2019 год, Харьков, 1945 по Киеву, только что сделал съемку Луны при максимальном увеличении с фотоаппаратом Sony, 50-кратное оптическое увеличение, а это сейчас идет запись фотоаппаратом Nikon ColdPXP900, увеличение оптическое 83-крата, может слеплю две видеозаписи в одну, чтобы сразу можно было посмотреть и сравнить и увеличение качества съемки и светочувствительность. Приближение больше значительно, и от этого создаётся иллюзия, что Луна движется быстрее, ну, в кадре, понятно, что угловая скорость одна и та же, но поскольку приближение больше, объекты в кадре, кратеры смещаются с большей скоростью. Так, на той съемке у нас был кратер Плутон и Платон, Плутон и кратер Авиастар. Сейчас попробуем поймать. Предоставлю возможность этим кратерам самим вползти в кадр. А вот как раз в левом нижнем углу на краю Лунного моря круглый идеальный кратер Плутон. Платон, господи, Плутон или Платон? Ну, Платон, конечно. Плутон – это планета, которая теперь не планета, а карликовая планета. 100-километровый диаметр этот идеально круглая, удобная шкала. Так, а где Аристарх? Где эта беленькая Клякса? А вот он вползает снизу, явное белесое пятно, запятая. Да, сейчас надо будет слепить два видео в одно. и посмотреть разницу. Вчера была полнолуния, но вчера-позавчера в 11 часов вечера 13 октября. Ну, в принципе, и сейчас все прекрасно видно. Так, наверное, сейчас сделаю увеличение. А потом кадр, кадры совмещу именно на максимальном увеличении Никона, на максимальном увеличении Sony. Смотрите, чтобы был эксперимент чистым. Так, ну вот этот крайний кратер хороший облик меткой. Ветер, ты представляешь, на балкон. Ветер попадает и на балкон. Калеблет камеру. Ну, еще я чуть-чуть своим центнером перемещаюсь. Лады запомнили. Лады запомнили. Лады запомнили. Более.